Приветствую вас, Мария, давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, нужно условиться о том, что вы понимаете под тем же словом бабник, потому что это такое достаточно клещированное понятие, потому что, ну, бабником при желании можно назвать много кого, вот, но именно, именно, именно при, именно при желании бабником можно назвать кого угодно, вот, и, наверное, это не очень хорошо, что вы считаете его мужчину бабником только потому, что он рассказывает вам о своих, ну, простых отношениях, которые, возможно, на него просто как-то повлияли достаточно негативно, вот. Я человека сейчас не оправдываю, я, там, не пытаюсь его оправдаться, я говорю немножко о другом, да, я говорю о том, что то, что мужчина рассказывает о своих женщинах, да, ну, и еще не означает, что он бабник. Вот, совсем не означает, но, означает, что вы, что именно вы можете бояться чего-то, чего-то, ну, не знаю, например, вы боитесь страдания, например, вы боитесь боли, например, вы боитесь чего-то еще, вот, то есть, вот в этом смысле, вот, именно в этом смысле, история, ну, далеко не одна, не так, не так однозначно, как могла бы быть, вот, что-то понятно, что я хочу сказать, да, что такое бабник. Дальше, вы, на мой взгляд, перекладываете в некоторой степени ответственность за то, что с вами происходит, с вами и между вами. Потому что, вы говорите, зачем он меня заинтересовал, но, что значит он меня заинтересовал, я думаю, что вы им заинтересовались в том числе, что, почему вы, на него, перекладываете ответственность за то, что у вас появилась, смотри, вот, что, почему вы сути живет где-то, там, кушая там, отель, кушая там, и, аores, в т.м., а Sierra Doctor, Salに find out with him, и чувствуете свою симпатию, вы можете чувствовать и сделать свою симпатию, я имею ввиду, к мужчине. И, в общем-то, сам мужчина здесь не причем, да, он вел себя по отношению к вам, как ухажер, но подумайте вот о чем, если вас его поведение, скажем так, покорило, если вас его поведение покорило, то с чем это связано? С тем, что мужчина продемонстрировал, что знает о вашей нужде и вашей потребности, например, или что-то еще, то есть дело не в том, что мужчина как-то к вам относился, да, и как-то себя вел, но дело исключительно в том, как на это отреагировали вы. И что именно вы начали чувствовать, не только по отношению к нему, но и по отношению к себе, потому что совершенно очевидно, что речь здесь идет именно про вас, про то, что вам хочется, про то, в чем вы нуждаетесь. Но ни в коем случае не про то, что, в чем, например, нуждается сам мужчина. вот, ну это мне так, это мне так, это мне так, вот, кажется. Вот, я здесь не буду сейчас говорить о том, что я прав на 100%. Дальше, значит, мужчина был унициатором знакомства, долго со мной ухаживал, смотрел и показывал, что я ему нравлюсь. Ну, а опять же, вопрос, вопрос возникает, а что у вас общего, что общего между вами? Именно, вот, общего между вами, что? Если у вас что-то общее между вами, мужчина, кроме того, что у него есть, там, к вам, допустим, допустим, ну, определенная симпатия, что-то еще, есть, что-то еще вас объединяет, или как? Если да, отлично, что, если нет, то почему нет? Вопрос нужно себе вам задать. То, получается, что вы мужчину воспринимаете только как мужчину, да? Но, между вами нет ничего общего, мужчина вас пытается завоевать. То есть, это означает, что вы представляетесь ему как некий такой, ну, как некий такой приз, скажем так. Вот. Вот. Он вас завоевывает. А вам это, после, ну, не очень, не очень нравится. Вот. Ну, вообще-то говоря, я, я могу вас понять. Я могу понять, что вам, если вам это не нравится. Достаточно легко это понять. Вот. Потому что, ну, мало кому, давайте честно, мало кому понравится, когда, вот, тебя так воспринимают, это правда, навыка мне понравится, но идея в том, что вы изначально себя так сами поставите, вот, на мой взгляд. И этот вопрос, опять же, вам, да, как вы организовываете отношения с мужчинами? Дальше. Когда мы начали общаться, он иногда словил рассказы о какой-нибудь его знакомой, бывшей подруге, соседке, не разница, по-другому не говорил ему, это некультурно, а он очень часто. Ну, опять же, что значит, что это не культурно? Да, указывая, указывая свои представления о культуре. Понимаете? Указывая свои представления о том, что культурно, что некультурно, что правильно, что неправильно, что, ну, что нужно, что не нужно, да, и прочее. Указывая свои представления об этом. Вот. И, на мой взгляд, очень важно понять, насколько вы принимаете культуру мужчины, и насколько мужчины принимают вашу культуру, насколько вы совпадаете в этом. Потому что, если вы не готовы принять то, что у вашего мужчины, вот, есть такие особенности, например, что он говорит про свои плохие отношения, которые, может быть, его в той или иной степени вызывают, еще, еще, еще. И, так же, это может выдевать и вас. Только вот, суть, нужно, на мой взгляд, определить, что именно вас выдевает, что именно может, может вас выдевать в этой ситуации. Вот. Вот. То, вот, именно с этим нужно работать. С понимаем, там, какая штука. Вот это, то, что я вижу, то, что я вижу сейчас, по крайней мере. Ориентируясь, допустим, на то, что вы, ну, на то, что вы пишете. Вот. Понимаете? Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Дальше. А, значит, вот зачем он меня заинтересовал с собой. Прямо тебе, правда, его интересует. Заберем отсюда тех вот знакомых девушек, что они говорили, делали их про ограниченные видео в тот последний раз. Ну. А вы зачем позволили себе заинтересоваться им? Видите, вы здесь вот прикладываете. Ответ. Ответ. Прикладываете. Ааа. Человек. Мол, это вот. Ты. Это ты. Ты. Ааа. Меня с собой заинтересовал. А это ты. Меня с собой заинтересовал. Ааа. Это ты меня заинтересовал. Вот. Ну, мне не кажется такая позиция адекватной. Честно говоря. Потому что она, свидетельствует о том, что вы не принимаете ответственность за свои поступки, за свои действия. Вот. А это заинтересованность не ведет к конструктивному делу, так или иначе. Вот. Так нужно определиться, почему вы им заинтересовались, что вы заинтересовало в нем. Вот. И, наверное, научиться бесконфликтному общению. При этом он постоянно с любовью на меня смотрел, ревновался за руку с нынностью относился, строил совместные планы. Ааа. А сейчас, что происходит? Именно сейчас, что происходит? То есть, это, это в прошлом? Уже, уже или, или как? Так. Обрата, вот. Не очень понимаю. Вот. Вы какую хронологию используете? Вот. Конкретно, вот, хронологию какую вы используете? Что-то, что-то, что-то было, а теперь, теперь этого уже нет. Или, или как? Понимаете, да? О, о чем идет речь? Вот. Ну, понимаете, что, что я хочу сказать? Вот. Ну, примерно так, я думаю, можно ответить вам, на вопрос, который вы задаете, хотя я так подозреваю, что вы будете недовольны тем, как я вам ответил, ну, ну, потому что, довольно мало, довольно мало, а, ну, довольно маленький вопросов, ответ, вот. По сути, по сути, вот. Ну, я надеюсь, что, хотя бы это поможет вам немножко в другом, ну, смотреть, на, на, ну, на ситуацию, которая произошла, да, и подумать о том, чего же выходить. Вот. А вот сейчас наш вопрос ставит только из того, что бабник или мужчина или нет, и зачем он меня ответ заставил. Так это все про других людей, это не про вас. А, ну и не грязь, чтобы вы стремились разобраться в себе, не в машине. Потому что в других людях разбираться бесполезно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok